В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра Великого. Об историческом романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I» нам расскажет педагог Центра внешкольной работы Вячеслав Лапашов. Наша беседа приурочена к Великой книге. Она называется «Петр I». Мы этого человека больше знаем как Петр Алексеевич Романов. Великий человек. Он на самом деле великий человек. Великие преобразования великого человека вносили много нового в жизнь всей страны. И полностью старинный, древний патриархальный уклад был практически разрушен и строилось новое государство. Очень хорошо показано в книге Алексея Толстого то, как строился этот мир и с чего он начинался. То есть книга начинает, собственно говоря, с жизни одной крестьянской семьи Мровкиных, семья Бровкиных. Это люди, которые с самого низа, ну крепостные крестьяне практически, и они постепенно росли и становились не просто значимыми людьми, не просто в торговле там еще в чем-то, но один брат стал военным, другой стал тоже большим чиновником. Дочь вышла удачно замуж за князя. Мир менялся кому-то в лучшую сторону, кому-то не в лучшую сторону, потому что сражения между Старым и Новым Миром были же страшенные. Тем не менее, мы говорим о прорублении окна в Европу. Ведь начал царь задумываться о чем? Под влиянием иностранных умов, да, мы не будем забывать, что кукуйская слобода, немецкая слобода, она ведь вносила в его голову много-много интересных мыслей. Начинаются преобразования какие-то, то есть хочется не просто хорошо жить, а хочется уже с государственным каким-то подходом, со своим умом, уже хочется так, чтобы Москву преобразовать немножко, чтобы она стала человеческой. Другие места преобразовать. Земля российская стала немножечко расширяться и укрепляться стала. Ведь это же великий опять раздел, поляки, шведы, и все это чванливое, все это заносчивое, вот это вот, все оно полезло опять, чего? Отнимать землю у Руси. Конечно, надо было спротивляться. Это Великая Северная война. И такое было казнократство, маздоимство, что это было, ну просто вот, как там в этой же книге сказано, ну, батюшка, что ж там на Руси-то? Ответ – воруют. Как это не ново для нас? В общем-то, знаете, вот что было 300 лет назад, оно как бы не меняется. И мы должны вот эту книжку-то почитать для чего? Узнать, чем мы жили тогда. В принципе, она книга, что интересно, написана, она близка, вот, действительно, к историческим событиям, которые существовали на самом деле. То есть он знал несколько ремесел. Железное дело, стальное дело, медицину, астрономию, историю, науки, учился иностранным языкам. То есть человек пытался сам сначала проникнуть вот в это все, и только потом уже начинать что-то делать. Было надо, конечно, совладать с главным врагом. Главный враг – это Карл XII, это Швеция. И, как бы, два апофеоза было всего этой Северной войны, это, знаете, Полтавское сражение. Но о нем можно рассказывать бесконечно, это тема другого, как бы, повествования нашего, да. А в книге очень хорошо показано не только взятие Нотеборга, но в книге показано и сражение за взятие Нарвы. Живописно описано, прям вот так живописно, сейчас я процитирую. «Только медленно звякали звездочки на шпорах Гордона. Он подошел к царю Петру, поднял голову, глядя мимо мутными глазами, и губы его искривились усмешкой. Все видели, как сорвалась со стола у красного сукна, сжалась в кулак рука Петра. Гильвий испуганно шагнул к нему, как отвращением перезернулись его плечи. Он молчал столь долго, что все устали не дышать. «Не будет тебе чести от меня», – негромко проговорил Петр. «Глупец, старый волк, упрямец хищный, и метнул взор на полковника Рена. Отведи его в тюрьму пешком через весь город, дабы увидел печальное дело рук своих». И опять война с внешним врагом. Но ничего не изменилось. Вот ничего. Книга, да, книга интересная. Разобрал цитаты, прям вот. Там, «Жи, Господи, убоговый моего домишку». «Пишите симпатическими чернилами, или людишки здешние зело любопытны будут». Вот, знаете, вот ее можно цитатами говорить, и каждая цитата, она вот не о том дне 350 лет назад, 300 лет назад, а о сегодняшнем дне. Поэтому каждому такому здравомыслящему человеку, ну, более-менее, который что-то из себя пытается представлять, надо почитать эту книжку. Хотя бы на уровне каких-то цитат. Что же это значит, быть руководителем, царем, императором огромной, огромной страны, которая должна стать не просто куском территории, а она должна быть именно страной, с каким-то единым народом, с едиными мыслями. Великий Петр I. Почитайте эту интересную книгу. Спасибо. 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 Спасибо.